БАБОЧКА ГОСТИЛИ В ГОЛОВЕ У Лосяша, в то время как сам он гостил у Копаточа. Щедрый хозяин подчивал друга и вареньем, и медом, и сладкими ватрушками, но вид у Лосяша все равно оставался каким-то кислым. Копаточ тем временем пытался развлечь гостя беседой. Положил, значит, удобрение. Хорошего качества. Весь огород ими завалил. Хе-хе, красота! Посеял все семечко к семечку. Посадил грядочка к грядочке. Не растет. Но Лосяш его не слышал. Он витал где-то далеко-далеко. Так далеко, что уже полчаса не мог доживать одну маленькую ватрушку. Тут по радио передача была. Вдруг заговорил он, бережно положив краешек ватрушки на стол. Говорили, что все мы уже когда-то жили. Только не помним об этом. Мне стало так интересно, что я послал им письмо. И знаешь, кем я был в прошлой жизни? Бабочкой. Молодец! Заметил Копаточ, еще не понимая всей глубины чужой трагедии. И снова заговорил о своем. О наболевшем. Так вот, думаю, да что же ты такое? И поливал, и пропалывал, и что только не делал. Все, думаю, конец урожаю. Но третьего дня вдруг... Однако крепко задумавшийся Лосяш считал, что у него наболело сильнее. А я ведь всегда в душе чувствовал себя именно бабочкой. Ты не представляешь, как иногда хочется спорхнуть и лететь с цветка на цветок. Бабочки такие красивые. Тут Лосяш так разволновался, что даже забыл положить кусочек ватрушки на место. То есть себе в рот. Он резко вскочил со стула, подбежал к окну. То, что я родился этим, это какое-то недоразумение. И Лосяш, презрительно посмотрев на зажатый в руке кусок теста, с ожесточением закинул его себе в рот. Затем, уверенным жестом, схватив со стола еще три штуки, Лось выбежал за дверь. На следующее утро я как раз собирала лечебные травы и видела, как дверь Лосяшевского домика невероятно плавно открылась. И на пороге появилась Лосяпочка. Большое и удивительно изящное существо с развесистыми рогами, но еще без прелестных крылышек. Вот так и получилось, что я заметила Лосяпочку первой. А ведь как мирно и прекрасно начинался день. О, аромат валерьяны так успокаивал, что я была готова вот-вот услышать музыку тишины. Но вместо этого я увидела Лосяша, который шумно нюхал Васильки. Ну, с совершенно ненаучной целью. Уж я-то в этом разбираюсь. Поверьте мне. Перегрелся, решила я и потянулась за ромашкой аптечной, хорошо помогающей при икоте. Здесь цветы не собирай. Вдруг остановил меня Лосяш тоненьким глазком. Иди лучше на опушку, там бутоны гораздо сочней. Мы, бабочки, в этом хорошо разбираемся. И заговорщически подмигнув, Лосяш по-воробьиному упрыгал в сторону опушки. А я так и встала, как вкопанная. До самого вечера простояла, между прочим. И даже про ромашку аптечную позабыла. После прогулки Лосяш вернулся домой усталый, но довольный. Усталый, потому что нюхать цветы, это вам не коэффициент полезного действия копающего пылесоса пина высчитывать, а довольный, потому что у него родилась идея. За пару минут он выкроил из картона крылья, но вот с рисунком вышла заминка. Лосяш никак не мог решиться сделать фон крыльев голубым, а может быть, желтым. Правда, и зеленый цвет неплох. Но тут на глаза ему попалась обертка от съеденного кем-то мороженого. Лосябочка смекнула, что это нужные цвета смело соединила красную и оранжевую краски в модные сейчас гамме ночных полинезийских бабочек. Затем добавил модные шоколадные кружочки и нежно-зеленые мармеладные полоски. Крылья получились, что надо, сплошное загляденье. С помощью старых подтяжек, девяти скрепок, скотча и ниток, лосяш прикрепил хрупкую конструкцию к спине и полетел к своим. Бабочка, 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 мала-ляк. Окреленный лосяш порхал на нежно-зеленой опушке, пронизанной медовыми лучами никогда не заходящего солнца. На душе было легко, на сердце спокойно, а в носу сладко щипало от васильковой пыльцы. По дороге ему встретился бараш. В то утро бараш решил проверить мой новый рецепт Ритмическое поэтическое воздыхание на свежем воздухе Вооружившись книгой и сачком, поэт пришел на опушку и увидел лосябочку Веселишься? Угрюмо проскрепил поэт Да! Радостно вскричала полноватая лосябочка Жизнь прекрасна! Главное вовремя понять, кто ты есть на самом деле И в подтверждение сказанного лосябочка шумно захлопала крыльями Бараш отпрянул от грузного крылатого наваждения и попытался прикрыться сачком Что это у тебя? Сачок? Ловишь бабочек? Ну что ж, попробуй догони! Догоняй, догоняй! Не получается? Бабочка, бабочка, бабочка! И с радостными восклицаниями лосяж на крыльях и копытах ускакал от бараша прочь День выдался на редкость жарким и душным А в противогазе вообще было не продохнуть Но Копатыч мужественно опрыскивал огород жидкостью от вредителей В этот момент мимо пронеслось бурое облако пыли А когда оно рассеялось, перед Копатычем предстала лосябочка во всей своей красе Копатыч оторвался от работы, чтобы поприветствовать друга Лосяж! Лосяж! Вы меня? Хе-хе-хе-хе! Кого же еще? Это утят для чего? Дотронулся до лосиных крыльев Копатыч Спину, что ли, застудил? Только без рук, пожалуйста, а то смахнешь мне с крыльев пыльцу Как я тогда летать буду? Испуганно отскочил лосяж и тут же сморщился Чем ты тут брыскаешь? От письекомых? Гордо сообщил матерый садовод, стащив, наконец, противогаз Лосяж был уязвлен до глубины души Мало того, что Бараш чуть не пленил его в сачок Так теперь еще и Копатыч с клумбы выкуривает Ну просто звери какие-то Ой, а я-то думаю, что мне так дышать тяжело стало Отчатнулся от медведя крылатый сахатый Он картинно всплеснул руками и тоненьким глазком добавил Ладно, полетела я, мне еще нектар собирать Мы с Копатычем и Барашем пребывали в замешательстве В бабочку играй Он заигрался совсем А Копатыч подвел итог Надо с ним поговорить У нас были все основания считать, что лосяж изменился Причем очень сильно и не в лучшую сторону Игра в насекомое отбирала у нас не просто благородное животное Она отбирала у нас кладезь знаний Без ученых в любой стране как-то не по себе Сколько он всего сделать-то хотел И не успел О-хо-хо Совсем плохой стал Носится по опушке, ромашки рвет Картонками размахивает Да и настоящие бабочки не спешат признавать в нем своего Куколкой не был Все цветы измял И потом позвольте К чему эти странные ноги на голове? Как-то бишь их? Ах да, рога! Но позвольте, рогов бабочки никогда не носили Это же моветон! Нет, нашего крылатого ученого надо непременно вернуть к земной жизни Перемазанный пыльцой лосяж нежился в теплых васильках Когда на него надвинулись три круглых тени Самая большая громким командным голосом произнесла Лосяж, разговор есть Я решила пока ограничиться предупреждением Ты давай, это, прекращай ерундой баловаться Мне маленький уже Лосяж непонимающе захлопал ресницами Вы это о чем? О бабочках А, то есть вы решили за меня, кем я должен быть А на мои чувства вам наплевать, да? Я не лось, понятно вам? Не лось! Я просто выгляжу как лось А в душе я бабочка Сколько лет я нес бремя чужой жизни Притворялся лосем Больше лгать не могу! Я-то уже поняла, что к чему Он сошел с ума, тащите носилки Чем тебе не нравится быть лосем? Рожденный ползать, летать не может А я лечу, посмотрите, лечу! И Лосяж неуклюже запрыгал по направлению к обрыву Бараш грустно посмотрел вслед рогатому насекомому Безжалостно вытаптывающему клевер Да, какие есть предложения, коллеги? После тяжкого труда сбора гречишной пыльцы Лосяж брел домой Он устал, проголодался И очень хотел спать К тому же громоздкая картонная конструкция на спине Сильно натерла шею и тянула к земле С трудом взобравшись по ступенькам Лосяж сладко зевнул и дернул ручку двери Но дверь оказалась запертой Кто-то закрыл ее изнутри Это домик Лося, а бабочки живут на деревьях Лосяж принюхался Из дома доносились аромат яблочного пирога И звуки моего голоса Копатыч, идем ужинать Это бабочкам хорошо Капелька нектара и порхают целый день А нам нужны пироги есть И блины, и салатики вкусные И многое-многое другое Ощутив, как в желудке что-то скрипнуло Потом ёкнуло и недовольно заурчало В раз похудевший лось обиженно поплелся прочь Пробормотал на непонятном языке лосяж Копатыч решил уточнить И снова вышнулся из окна Не понял, на языке бабочек Начал объяснять такие простые вещи, лосяж Это означает, короче, сами знаете, кто вы Мы-то знаем, а вот ты, по-моему, нет Лосяж, подожди Примирительно позвал друга Копатыч Ты куда? Мы ж пошутили Но лосяж, не оглядываясь С гордо поднятыми рогами Шел своей дорогой Ночевать лосяж решил на дереве Выбрав невысокий молодой дубок Он принялся карабкаться вверх Копыта проскальзывали Рога все время за что-то цеплялись Порванные в трех местах крылья Пришлось на время отстегнуть и сунуть подмышку Наверху он попытался устроиться поудобнее Растянув свое могучее тело Между двух веток сомнительной толщины Боясь потерять равновесие Лосяж затаил дыхание Сбоку дуло, снизу скрипело Листья зловеще шуршали Прогоняя слабый сон бабочки От неуверенного в себе сахатого Испыхтевшийся лосяж С силой захлопнул глаза Это крошечное движение Нарушило хрупкий баланс И лось упал с дуба Через секунду На него обрушились грязные И обломанные крылья О-хо-хо Возненавидев дуб Лосяж отполз подальше Лег под колючим кустом терновника И укрывшись неуютным лопухом С трудом заснул Во сне он вертелся Стрекотал цикадой И иногда даже бредил Ему снилось Что он Медведь Серое Тусклое утро Разбудило Продрогшего лосяжа Холодом росы И холодком Нездоровых Предчувствий Голова болела На боку Обнаружился синяк А вчерашним Даже вспоминать Не хотелось Разжевав Первый попавшийся лютик Лосяж почувствовал Себя кем-то Обманутым И по-прежнему Зверски голодным От обиды и голода Он даже расплакался Затем Уныло оглядел поляну И вспомнил Свой дом С креслом-качалкой Теплым клетчатым пледом Целой стеной книжек И химической лабораторией Дом Милый дом К своему домику Лосяж подходил Очень тихо И осторожно Влача за собой Намокшие от росы А потому Особенно бессмысленные Сейчас крылья В гамаке Уютно Посапывал Копапыч Наша ночная бабочка Вернулась Пробормотал он Спросонья Еда на столе Уже с порога Почувствовал Лосяж Аромат Сладкой жизни На столе Как подлинное сокровище Стояла тарелка С пирогами Лосяж Бросился К ней Не зря же Я весь вечер Готовила пирожки С малиновым повином С каждым Проглоченным кусочком К лосяжу Возвращались Моральные силы И интеллектуальная мощь Он даже схватил Другой рукой Второй пирожок Мне сегодня Снилось Что я тигр Раздался Заспанный Голос бараша Такой полосатый Сильный Страшный Лосяж Испуганно Отпрянул И осторожно Положил Второй пирожок На место Не боись Примеряюще Улыбнулся Бараш Тигры бабочек Не едят Тигры бабочек Тигры бабочек Тигры бабочек Тигры бабочек Субтитры сделал DimaTorzok